Коршуны, коршуны, любимые, привет! Привет, привет, привет! Меня зовут Евгений, вы на канале, где я рассказываю о своей жизни. У меня потрясающие классные новости. В общем, поехали! Первая охрененная новость, очень положительная, суперская. Компания IKEA решила приостановить продажи в России. Почему новость классная? Коршуна, я когда покупал вот эту кровать, которую вы видите, да, я ходил по магазину, называется Мебельвуд на Дальневосточном. Кто в Питере живет, знаете, да, там работают одни ИПшники, частники. Так вот, там на 30 продавцов был один продавец, один покупатель, я. Сейчас, когда IKEA закрывает наконец-то свои дешманские магазины, да, когда не будет вот этого стокового товара по низким ценам, вы представляете, какая ниша освобождается, сколько можно заработать, сколько покупателей придет вот в этот магазин, где работает малый бизнес, где работают ИПшники. Возможность, возможность, суперская. Поэтому, ребята, не стоим на месте, если вы производите мебель, либо у вас есть маленький магазинчик по продажу мебели, посуды. В общем, то, чем торгует IKEA, вы должны занять эту нишу, привлечь к себе людей. Это охрененно классная возможность, ребята. Вот как я предлагаю посмотреть на эту проблему. На самом деле, что происходит? Я прочитал, что написала IKEA о том, что мы беспокоимся о том, что люди гибнут на Украине. Вранье, ребята, страшное. На самом деле, им все равно, им пофиг. Гибнут люди, не гибнут. Американцы спят спокойно. Это я тут пять дней ходил. Вы знаете, да, что я... Казалось бы, ну, Украина, да, ну, 2000 километров от Питера. Ну, чего ты переживаешь? Вот не могу, пропустил через себя, и все. И сон сбил, и настроение плохое было. Но вот более-менее сейчас как-то оклемался уже, да. Работа мне помогла, моя любимая, отвлекла, да. В общем, они написали о том, что мы не можем на все это смотреть. Приняли решение о закрытии магазинов. Коршун, я знаете, что сделал? Вот честно, ну, вот так. Я нашел все возможные электронные ящики компании IKEA. Там коммерческие, генеральные, директоры по развитию. В общем, всем-всем-всем написал с предложением о том, что я, Нагорский Евгений, хотел бы купить у вас магазин IKEA. Вот сколько у меня денег есть, забирайте, отдайте мне магазины. Я буду развивать этот бизнес. Коршун, к сожалению, мне никто не ответил. Ну, почему? Ну, почему, ребята? Ну, вы же закрываете, уходитесь с российского рынка. Ну, продайте мне, продайте мне такой бизнес. Представляете, сколько я начал бы резко зарабатывать, да, имея, ой, имея эти магазины, ребята. Такой момент. Такой момент, интересно, переживаю. Это все сделано для того, чтобы, ребят, нас немножко, скажем так, что ли, дух наш упал, да, чтобы настроение упало о том, что, господи, кризис, а я ничего сделать не могу. И, то есть, думайте вот в этом направлении. Видите, как интересно. Это какие интересные возможности. Дальше, коршуны. Ютуб. Тоже новости классные у нас с вами. На самом деле, новость охрененная для меня, как для блогера начинающего, вот. Ютуб резко снизил оплату за просмотры. То есть, если раньше, в день я набираю где-то тысячу просмотров. Ну, там плюс-минус, да. Новое видео выходит чуть побольше, если там не выкладывать, чуть поменьше. Но в среднем тысячу просмотров в день я набираю на своем канале. Мне за это Ютуб платил в среднем полтора доллара. Ну, платил-платил. Я до сих пор деньги получить не могу, вы знаете, да. Они до сих пор прийти не могут мне. В общем, платил мне полтора доллара. Сейчас резко упали возможности зарабатывать. То есть, сейчас мне платят не полтора доллара, а 0,5. За те же количество просмотров. То есть, аудитории ничего не поменялось. Опять же, что происходит у блогеров-миллионников? Депрессия. Все неинтересно. Доходы упали. Я уже не зарабатываю, а смысл снимать. И тыдын, тыдын. Поэтому блогеры, внимание, кто только начинает. Кто задумывается о том, что вести свой канал, не вести. Заходить на эту территорию, не заходить. Опять же, уникальная возможность переключить внимание зрителя с миллионников на себя. Тут же, вот после этого видео, берите камеру, начинайте снимать открыто, откровенно, честно. Показывайте свою харизму, свой позитив, в общем, все свои самые лучшие качества. И переманивайте зрителей. Зрители нуждаются в видеоконтенте. Вообще, потребление видео, оно растет, оно не останавливается. Поэтому пользуйтесь этим моментом. Мысль понятна, да? И не ловите на мысль о том, что вы как-то будете на ютубе зарабатывать сразу большие деньги. Ютуб – это в первую очередь хобби, это интерес, это эмоции, да, вот на эту камеру. Я высказывался как с психологом. Я сейчас разговариваю как с психологом, представлю психотерапевта, которому я все честно, открыто рассказываю. Мне становится легче, да? А когда я еще читаю ваши комментарии, я понимаю, что люди в курсе, да, моих проблем, то есть идет обратная связь. Еще легче. В общем, ребят, вот так, как-то так. Поэтому для себя я вижу охрененно классную, уникальную возможность, самое главное – коршуны, да, чтобы нам не заблокировали ютуб. Вот это да. Это да. Я, кстати, создал телеграм-канал, он называется «Коршун из Санкт-Петербурга». Поэтому, чтобы не потеряться, как на островок безопасности, туда заходите, входите в группу. Я там не спамлю по 10 каких-то фотографий, сообщений каждый день. Нет-нет-нет. Я знаю, что это меня тоже бесит, когда, знаете, начинают там спамить, тын-тын-тын-тын-тын, это неинтересно. То есть, ну, раз в сутки, раз в два дня я что-то буду выкладывать туда, делиться какими-то мыслями. Но, в целом, это в первую очередь для того, чтобы мы с вами не потерялись, друзья мои, да? Кто со мной? Поэтому подключайтесь. Группа называется «Коршун из Санкт-Петербурга». Так, коршуны, что еще я хотел вам сказать? Важное, очень важное. Я сейчас снимаю ролик и иду сегодня в налоговую. Подавать налоговый вычет. Не знаю, получится, не получится. Ребята, дальше расскажу. Так, что еще? Еще новости. Так. А! О! Вспомнил. 8 марта. Да, женщины, нам нужно вас поздравить. Я честно скажу, что мне на 23 февраля, слава богу, никто ничего не подарил. И на 8 марта я тоже не ломаю голову, кому что подарить. Я сейчас обращаюсь к вам с женщинами. Коршун, да? Значит, смотрите, женщины, вот все мужчины, с которыми я сейчас общаюсь, мужская половина, да? Моего круга общения. Она чешет репу и не знает, что дарить жене, дочке, любовнице. Не знаю, в общем, кому, своей второй половинке. Что подарить? Вы подскажите, пожалуйста. Потому что мы на пороге очень жесткого экономического кризиса. Деньги тратить на всякую ерунду не нужно. Подарить мягкую игрушку, букет цветов, робот-пылесос. Не надо это в хозяйстве. Денег не будет. Надо будет экономить. Надо будет ужать пояса. Поэтому вы своей мужской половине скажите, что любимая, не знаю, подари мне карточку Риф Гош. Ну, в общем, то, чем вы действительно воспользуетесь. Не хотел говорить, вот этот магазин, это не реклама, ребята. Подарите, в общем, что-то такое, чтобы она пользовалась вашей супругой. Не надъебись. Потому что по общению со своим окружением я вижу, что вы хотите что-то подарить. Но чтобы это было недорого, недешево, ну, как бы, знаете, для галочки подарить. Не надо так. Я, допустим, всегда маме с бабушкой дарил цветы. Ну, нет у меня сейчас денег, да. И не буду я заказывать цветы. Потому что, ну, я им купил вот финских сладостей. Брат приедет завтра, я передам Белоруссию. Ну, вот сколько смог, столько подарил, ребята. Ну, не знаете, не стал вместо огромного красивого букета роз, как я любил, да. Дарить там, не знаю, три гвоздики. Ну, смысл, да. Поэтому, опять же, я призываю вас к осознанности, к тому, чтобы подойти к вашему мужчине и сказать, что любимый, я понимаю, денег сейчас будет не хватать, запчасти на машину подорожают, все дорожает, продукты дорожают. Поэтому давай не будем мы с тобой заниматься ерундой, подари мне вот тын-тын-тын-тын-тын. Вот как-то так. Ребята. По 8 марта вам сказал. Что-то еще было у меня. Что-то еще было у меня важное. У меня столько мыслей было за ту ночь, пока я спал. У меня, кстати, с него, знаете что, ребята? Что я чищу металл какой-то, причем я нахожу его на помойке, и он тяжелый, и я думаю, мне нужно домой тащить его, потом, ну, этот медь чистить, эти провода. Но все равно я на этом заработаю и в рюкзак, и в сумке, и я что-то несу. Короче, ребят, у меня в эти мысли, ну, видимо, мозг работает ночью даже, на том, что как заработать, как выйти из ситуации, где взять денег, чтобы как-то выплыть. Потому что чувствуют, чувствуют, мое сердце, будет нам тяжко, ребята. Все подорожает. Вот так. Вот такое, ребята, видео я вам снял. Что еще? Слушайте, вот, что значит не выписал, да? Надо всегда выписывать на бумажке, чтобы не забывать вам рассказывать. Так, а, вот, Куршин, еще важный момент. Если вы столкнулись с каким-то таким четкой позицией, с четкой позицией, что, там, допустим, кто-то вас пытается переубедить, я сейчас имею в виду Украина, вот, вот этот конфликт, да? Допустим, у вас родственники на Украине. И, ну, вы понимаете, что нужно созваниваться, что нужно общаться, поддерживать вот эту связь. И вот эта тема, не пытайтесь переубедить человека, не пытайтесь поставить его на свою сторону, понимаете? Я, как русский, конечно, я переживаю за Россию, да? Ну, мне душа болит за, ну, за то место, где я живу, где мой дом. Соответственно, украинец, он имеет право переживать за свою же страну. Это его дом, его родители, его корни, соответственно, конечно, ему больно. И не надо вот кого-то переубеждать, ни в коем случае. Если вы хотите помочь человеку, ваша задача просто выслушать его, вот, дать высказаться возможность, да? Не перебивая, не вступая в конфронтацию какую-то жесткую, да? Просто человек выскажется, ему станет легче. Разделите с ним его беду, его переживания, вот и все. Недавно никого не переубеждать и как-то доказывать. Все равно ничего не изменится. Скажем, а вы поругаетесь, вот, вот. Поэтому включайте вот эту осознанность, да, такую сострадательность, что ли. Поймите, что всем плохо, всем сейчас тяжело. Я имею в виду сейчас русских и украинцев, американцев, вообще насрать на нас, ребята. Шведам, которые написали, что мы боимся, что там мы закрываем магазин. Им вообще фиолетово на нас, ребята. Им плевать просто. Просто кому-то надо сделать так, чтобы в России очень сильно упала экономика. Просела, развалилась, расшаталась. Для того, чтобы потом за копейки вот это все скупить. Вот это кому-то надо. Вот. И в Украине то же самое, ребят. А вы грызетесь, вы ругаетесь, где-то там в отелях. Зачем? Для чего это надо? Опять же, если у вас есть бизнес и ваше категоричное, я не буду консультировать украинцев, я не буду консультировать американцев. Бред, конечно. Ребята, я буду консультировать украинцев, я буду консультировать американцев. Это мой доход, это моя возможность зарабатывать и повышать свой уровень жизни. Я ее буду использовать. И мне плевать, как там решат наши политики. Договорятся они или нет. Это моя возможность. Вот. Вот как я категорично смотрю на эту позицию. Вот. Я вам высказал. Я помню все свои консультации с Украины. Кстати, Миша, с Киева, ты мне так хорошо платил, Миша. Вот. Вот. Ребята, я вам скажу честно. Мне человек перевел за консультацию 100 долларов. Представляете? И я сейчас должен с ним не общаться. Ну, смешно просто. Это было прямо в октябре. Куда-то Миша пропал. Миша, если ты вернешься, я буду рад. Честно тебе скажу. В общем, поэтому, корыши, ну как-то так. Я вас люблю. Обнимаю. Бегу. Беру, вот, загружая видео, беру ноги в руки и пули в налоговую для того, чтобы подать на налоговый вычет. Как будут дальше развиваться события, я вам все честно рассказываю. Все, корыши мои, будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok